Добрый день дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о жидкостной биопсии, которая входит в топ трендов развития молекулярной диагностики. Жидкостная биопсия, по сути дела, это извлечение информации об опухоли организма, используя детекцию компонентов, попадающих в системную циркуляцию. И основной сопровождающий термин это неинвазивно. По сути дела, классическое иммунохимическое определение корцино-абренального антигена в плазме крови это тоже своего рода жидкостная биопсия. Но сегодня жидкостная биопсия чаще ассоциируется с анализом циркулирующих внецелевого органа нуклеиновых кислот. Структура моей презентации будет очень проста. Я хотел бы начать с романтики, с тех надежд, тех ожиданий практических, которые мы пытаемся получить от применения данного прекрасного метода, подхода. А закончить маленькой частью, в которой рассматривается прагматика и реальность применения этого подхода в нашей сегодняшней практике. Циркулирующая в плазме крови вне клеточной ДНК была открыта достаточно давно, в середине прошлого века, Манделем и Мензелем, и с тех пор привлекала внимание разных исследователей, среди которых, конечно же, доминировали онкологи. Источниками клеточной ДНК и РНК могут быть продукты паптоза, некроза клеток и многих других типов клеточной смерти, которых сегодня существует немало. Это ДНК нитрофильных и клеточных ловушек. Это ДНК и РНК, конечно же, микровизикул, которые активно или пассивно секретируются нашими клетками. И это может быть нуклеиновые кислоты других организмов, плод, бактерии, вирусы, паразиты. Внеклеточная опухоль ДНК фактически несет портрет опухоли. Она несет соматические мутации первичных опухолей и метастазов. Она отражает гиперэкстрессию тех рибонуклеиновых кислот, которые характерны, опять-таки, для первичной опухоли и для метастазов. Количество нуклеточной опухоли ДНК в определенной степени пропорционально массе опухоли и может значительно варьировать. В отличие от первичных ожиданий, нуклеточная опухоль ДНК стабильна в плазме, стабильно при ее замораживании, потому что в основном она связана с различного рода белками и в плазме в основном представлена палеосомами. Тем не менее, в реальном организме она имеет период полужизни 10-15 минут, поскольку быстро удаляется, удаляется главным образом в печени. Ну и, наконец, условная здоровая норма – это где-то 1000-3000 геном эквивалентов на 1 мл плазмы. То есть это не очень много. И часто количество опухолевой ДНК, именно опухолевой, незначительно превышает это среднее значение. Что мы можем тестировать в кулино-пылиных исходах? А тестировать мы можем много чего. Много чего приведено на этом слайде. В красном я выделил те пункты, которые интересны с точки зрения клинического применения именно сегодня. Это соматические мутации самого различного типа, это метилирование опухолев ДНК, это количество специфических РНК, МРНК, малых, некорирующих. И здесь добавились очень важные и интересные пункты, которые пока тяжело изучать. Это сиквенно-специфичная фрагментация ДНК, которая в основном требует применения высокопроизводительного сиквенирования, соматические мутации РНК, которые также представляют очень-очень интересное направление. Области применения в онкологии очень разнообразные. Они в основном здесь приведены на этом слайды. Они вызывают много надежд, много восхищения, много ожиданий. Но если мы посмотрим внимательно, то вот то, что выделено зеленой рамкой, это то, что имеет клиническое значение и то, что уже фактически вошло в нашу клиническую практику. Голубенькая рамка обозначает в целом клиническое значение перспективы, но отсутствие должной валидации и отсутствие протоколов для клинического использования. Ну и наконец, ранняя декция опухоли, спекуляции, спекуляции, спекуляции. Не будем об этом говорить, будем говорить только про зеленую и голубую рамку. И начнем, конечно же, с идентификации, детерминант для таргетной терапии, оценки резистентности. И здесь существует много валидированных маркеров и решений, среди которых наиболее известно, конечно же, появление мутации T790M в день и GFR у больных аденокарциномой рака легкого с признаками прогрессирования заболевания на фоне терапии ингибиторами теразинки нации GFR первого поколения. Этот маркер – это и оценка резистентности, и идентификация детерминаты для назначения таргетного препарата третьего поколения асиммертиниф. Для этого маркера существует о виде решения. Во-первых, это КОБАС и GFR Мутэйш и ТЭС, версия вторая, РШ МОЛЕКУЛИДИАГНОСТИК. Регистрация состоялась в Российской Федерации достаточно давно. Недавно компания Кайджин зарегистрировала набор для выделения муклеиновых кислот из плазмы. И теперь это полное нормальное решение, которое можно использовать в реальной медицинской диагностической практике. Другой маркер, более новый, – это определение активирующихся роматических коммутаций в генеопиайке с РСЕ. У пациентов с раком молочной железы, горбонный рецептор позитивный, ХР2 негативный, с целью назначения таргетного препарата Альпилисип. И тут тоже есть АИВД решение, но пока регистрация в Российской Федерации в процессе. И тот, и другой маркер выявляются в данном случае с помощью АЛЕ-специфичной УЦР. Это прекрасный метод, старый метод, надежный, как автомат Калашникова, но обладает определенными недостатками. В первую очередь это либо моноплеклость, либо малоплексность. То есть мы являем конкретный маркер, ну или там набор мутаций для конкретного маркера. Но маркера становится все больше. Все больше они попадают в клинические рекомендации. И здесь на сцену выходит высокопроизводительное сигнирование. Истинно мультиплексный метод. В этом году ФДИ одобрила диагностические системы лежескопустной биопсии. На основе НЖС это квадрант 360. Это пациенты с мутацией GFR. Панель Foundation One Liquid. Здесь немножко больше диагностических показаний. И мы ожидаем, что чем дальше мы будем двигаться, тем больше у нас будет маркеров молекулярной датаргитотерапии. Тем больше они будут попадать в клинические рекомендации. И именно в области применения НЖС. Потому что здесь мы можем использовать то малое количество украиновых кислот, которое мы можем выделить из плазмы пациента, для определения сразу большого количества маркеров. Другое направление, также очень интересное, но менее валидированное. Здесь я привел слайд с результатами очень такой свеженькой статейки. 2021 года. Но таких публикаций достаточно много. И достаточно много их в предыдущие годы. Что мы здесь видим? Прогрессирование с появлением мутаций GFR-T790M при терапии аденокарцинома Аркалекова с первичными киевирующими мутациями GFR на фоне терапии ингибиторами первого поколения. Например, гифкинип или эрлкинип. Классическая вот картинка, слайд А. Видим увеличение концентрации в плазме. Первичность сенсибилизирующей терапии мутации делятся в 19-м экзоне. И мы видим нарост мутации резистентности. И все это, в общем-то, прогнозирует клиническую прогрессию. Здесь мы видим падение, мутации определяющей чувствительность и появление мутации резистентности предшествующей клинической прогрессии и так далее. Все это, конечно, прекрасно. Все это замечательно. Но необходимость большого количества тестов делает эту методику достаточно дорогой. И это очень сильно осложняет ее использование. И в целом, вот, например, алиспецифичный ПЦР не слишком количественный тест. Можно адаптировать, но сложно. И опять-таки, здесь мы должны использовать истинно количественные тесты, цифровая ПЦР. Опять-таки, высокопроизводительное секвенирование. Цифровая ПЦР сегодня активно движется в сторону регистрации и реагентики, оборудования и во всем мире, и в Российской Федерации. И мы можем ожидать, что когда это будет происходить, будет это сопровождаться лучшей валидацией. И вполне возможно, что эти тесты доберутся до реальной оптической практики. Тем более, мы ожидаем, что все-таки цены немножко снизятся. Ну и, наконец, третье достаточно реальное клиническое направление – это мониторинг остаточной болезни. В 2016 году вышло прекрасное исследование университета Джона Хопкинса плюс множество других прекрасных организаций, в котором было показано, что для колоректального рака постоперативный уровень циркулирующего опухоли ЛНК является прекрасным предиктором скорой прогрессии. Гораздо лучше, например, чем уровень корцино-эмбренального антигена. Это стимулировало большое количество исследований и появление нового термина – молекулярной резидуальной болезни. Для детекции молекулярной резидуальной болезни необходим количество анализ максимально возможного числа опухолевых мутаций. С одной стороны, тут, конечно же, НЖС вроде как рулит. И с другой стороны, максимально чувствительность, минимальный процент опухолевой ДНК, выявляемый на фоне ДНК дикого типа. НЖС тут не очень, к сожалению, хороша, несмотря на все те публикации, авансы. И здесь, конечно, лидирует цифровой ПЦР, который позволяет увидеть буквально минимальные, единичные молекулы ДНК, содержащиеся соматические опухолевые мутации на фоне большого моря ДНК дикого типа. Это стимулировало ряд научных групп, одну коммерческую компанию, а также и нас, предложить модифицированную схему детекции молекулярной резидуальной болезни. В основе этого лежит небольшая, компактная, не очень дорогая НЖС-панель, которая с максимальной вероятностью позволяет выявить хотя бы одну соматическую мутацию при большом разнообразии солидных опухолей. Далее мы имеем предизайнованную панель реагентов для цифровой ПЦР, которая уже используется для детекции этой мутации, которая маркирует как раз ту самую циркулирующую опухолю ДНК в плазме до операции и после операции, что позволяет принять решение. На данном слайде приведены результаты нашего совместного исследования с отделом Сергея Алексеевича Тульяндина в онкологическом центре имени Блохина. Исследование это продолжается, так как продолжается наблюдение за пациентом. нами была сделана вот такая компактная НЖС-панель, которая в целом похожа на панель Джона Хопкинса, но немножко отличается. Было исследовано более 600 пациентов, несколько тысяч образцов плазмы в разных временных точках. В целом им оболочены значения, чувствительность, специфичные кокорданности, близкие к тем, что получают наши западные коллеги. Ну и мы видим, что для, вот например, для рака поджелудочной железы, хотя здесь не очень большая группа, при их наблюдении, действительно циркулирующие опухоли ДНК, ее повышенный уровень прогнозируют скорую прогрессию. Исследование, как я уже сказал, это продолжается. Надеюсь, что мы тут получим достаточно интересные данные. Но, как я и обещал, давайте поговорим про прагматику и реальность. И на этот слайд содержит критические точки тестирования циркулирующего опухоли ДНК, жидкостной биопсии. Их на самом деле больше, но вот возьмем только эти. Это, конечно, преаналитика. Преаналитика – это и пациент во времени, это и сохранность образца плазмы. Сюда же, наверное, входит и объем плазмы для выделения плекислот, и способ выделения плазмы. Это методы, используемые для детекции мутации. Хоть мы и говорим, что высокопроизводительность секвенирования и сифровой ПЦСР – это прекрасно, но существует их множество разновидностей, и надо определиться, что все-таки лучше. Недавно открытый эффект мутации клонального гемопоэза. И, наконец, наличие стандартных операционных процедур, методические рекомендации, контрольные материалы. Точнее, не наличие, а их практически полное отсутствие. Начнем с проаналитического этапа. Один из ключевых для получения валидного результата. Надо сказать, что за последние годы произошел значительный, опять-таки, прогресс. Были зарегистрированы для клинического использования целый ряд специальных вопутейнеров, которые позволяют сохранять кровь, позволяют не лизироваться нормальным клеткам и таким образом сохраняют циркулирующую опухолевую ДНК. Хотелось бы только, чтобы они стоили подешевле и появились российские производители, что, впрочем, сейчас происходит. Другое дело, что мы пока не знаем, а в какой момент времени нам лучше взять кровь или другие биологические жидкости. Ряд исследований, одно из которых в переном этом слайде показывает, что в разные моменты времени процент опухолевого ДНК может быть разным. Но нам важно знать не то, что он может, а знать, как мы можем увеличить процент опухолевого ДНК в биологических жидкостях. Другая важная проблема это процент опухолевый ДНК, циркулирующий в крови. Оценки, выполненные в результате функционирования консорциевого трассера, позволяют предположить, что, например, для Т1 стадии мы должны иметь чувствительности в районе 0,1%. Это нормально для цифрового ПЦР, но уже как-то напряжно для высокопроизводительности секвенирования. И здесь нам нужно, наверное, постоянно стараться считать. Вот простой расчет. Допустим, в одном миллилитереплазме у нас 2000 геном-эквивалентов ДНК. Да, конечно, их для опухолевых пациентов чаще немножко больше. Ну, допустим, мы не очень хорошо выделили. В анализе берем одну пятую выделенные образца ДНК. Получили 400 геном-эквивалентов. Взяли 10% фракция опухолевой или фитальной ДНК. Это очень большой процент. Тогда мы получаем 40 геном-эквивалентов реакцию. Что в целом близко к пределам физической чувствительности используется сегодня метафталист. То есть необходимо использовать максимальный объем жидкости для выделения ДНК. То есть это несколько вакутейнеров и стараться как-то это еще дополнительно максимализировать. Ну и наконец клональный гемопоэс, внимание к которому возникло сравнительно недавно. Каждая гемотическая стволовая клетка пролиферируя накапливает мутации, клоны с хорошими мутациями для клеток имеют преимущество в росте и формируют тот самый клон, который также уходя в апоптос вносит свой вклад в формирование вне клеточной ДНК, который несет как раз соматические мутации и это может интерферировать с данными опухолевой ДНК. Ну например мы видим вот здесь ген ТП53, ген РАС и это означает, что по-хорошему нам нужно еще секминировать и ДНК лейкоцитов, чтобы вычитать эти самые мутации клонального гемопоэза. Это усложняет тест, увеличивает и стоимость, но это надо понимать и знать и держать в голове. Ну и наконец сегодня существуют разные системы для жидкостной биопсии. Вот только НЖС панели куча. Вот на этой таблице, которая не полная, здесь есть КОБОС, конечно, алиэспецифичный пациент РАВР, а все остальное НЖС. Ну а как показывает опыт и исследование, кокордантность этих тестов не очень велика. Вот в прикрестном исследовании квадрат 360 плазма R64 только 7,5% пациентов имели полную кокордантность с одними или несколькими структурными вариантами. То есть тут есть еще где работать и дальше стандартировать процедуру. Ну и сегодня мы можем констатировать, что в 2021 году порядка 400 исследований зарегистрированы в клинике КОБОС. Если хотя бы 10% окажутся удачными, то смотрите, сколько к нам придет уже новых применений жидкостной биопсии в онкологии. И к ним надо готовиться и стараться разбираться в этой крайне перспективной процедуре, которая, надеюсь, еще долго будет жить и радовать онкологов и пациентов. Спасибо за внимание. Продолжение следует...